Добрый день! Сегодня у нас в студии, в качестве гостей, оригинальный директор представительства Международной Организации Международной Тюремной Реформы Центральной Азии, Саулья Хайргельдина Миттепаева. Здравствуйте! В сегодняшней беседе мы затронем тему прав человека, решенного свободы и тему назревших изменений в системе уголовного правосудия. Друзья, вопросы гостей вы можете задать в прямом эфире, телефон вам известный 553710 или написать на моей страничке в фейсбуке или твиттере. Добрый вечер еще раз! Еще раз добрый вечер! Спасибо, что пригласили! Буквально на прошлой неделе было коллеги Генеральной прокуратуры. Мы с вами принимали участие. Рассматривался очень серьезный вопрос. Ну, по крайней мере, я так считаю, не знаю, вот сейчас наши телезрители могут не согласиться с некоторыми. Почему? Потому что сегодня в социальных сетях очень серьезно обсуждаются две проблемы. Это Аружан Сай написала о том, как малолетние братья и сестры из-за шубы убивают братишку. И сейчас в социальных сетях обсуждается. Второе – это то, что буквально вчера произошла авария Павлодаре. Ланг Крузер сбил насмерть троих людей. Вот когда вот такие совершаются преступления, знаете, земля под ними должна гореть. Вот под такими чудовищными преступлениями. А мы обсуждаем в Генеральной прокуратуре состояние их здоровья. И вы, как ответственное лицо, я это понимаю, вы беспокоитесь о их будущем, что будет с этим осужденными. Ответьте вот вашу позицию, я хотел бы знать по этому поводу. Сегодня в Казахстане в местах лишения свободы и учреждениях предварительного задержания, то есть до следствия, в следственных изоляторах, порядка 50 тысяч человек содержится. И, конечно, около 50 тысяч. Все время снижается эта цифра, но она примерно где-то более или менее стабильна. А я помню, когда я работал еще вице-министром, было до 75 тысяч доходило. Да, на самом деле очень серьезный прогресс произошел. Со временем приобретения независимости сейчас самый низкий показатель за историю Казахстана. И в целом в сравнении с советским периодом даже. Сегодня самое низкое число тюремного населения на 100 тысяч человек. Это порядка 290 заключенных на 100 тысяч человек. Безусловно, я с вами полностью соглашусь, преступления, которые совершаются против детей, они требуют особой системы, особого внимания государства, особого контроля. И люди не должны уходить от ответственности, особенно совершившие тяжкие преступления в отношении детей. В принципе, любые преступления в отношении детей, люди не должны уходить от ответственности. Другой вопрос, что из этих 50 тысяч человек категории очень разные, и преступления совершены очень разные. Вы знаете сами, что по статистике порядка 40% преступлений, которые совершаются в Казахстане, регистрируются, это преступления, связанные с хищением разного характера. И, как показывает статистика, те люди, которые сегодня отбывают наказание, это не всегда люди, совершившие преступления, связанные с насилием. Это такой общеустановленный, к сожалению, миф о том, что у нас только убийцы и насильники в исправительных учреждениях отбывают наказание. Но, во-первых, это не так. Действительно, как сообщает официальная статистика, порядка 90 до 95% заключенных совершили тяжкие преступления. Но нужно еще и смотреть, что стоит за словом тяжкие преступления, потому что часто кража в третий раз тоже может считаться тяжким преступлением. То есть надо смотреть немножко глубже, чем просто первичные данные, первичная статистика. Мы недавно провели отчет, который я сейчас вам показывала, исследование, которое касалось женщин-заключенных. Вот из этого исследования следует, что одна треть женщин-заключенных, они совершили преступления, связанные с хищениями. То есть на самом деле среди женщин такая же статистика. Хотя у нас у всех считается, что если женщина попала в тюрьму, то, скорее всего, она либо мужа убила, либо еще какое-то серьезное преступление совершила. На самом деле количество таких женщин тоже велико, но это не 100%, это порядка 20% тех женщин, которые были охвачены нашим исследованием. То есть, видите, ситуации всегда бывают разные. Поэтому мы говорим о том, что весь тюремный контингент, он должен попадать под особую систему контроля, тем более если мы, как налогоплательщики, платим за содержание этой системы. Соответственно, мы должны знать, что мы получаем государственную услугу, вернее, люди в тюрьме получают государственную услугу соответствующего уровня. Почему нам, как обществу, это выгодно? Потому что, а, мы не заинтересованы в том, чтобы люди выходили больные туберкулезом, особенно теми формами туберкулеза, которые являются лекарства устойчивыми. Потому что, вы сами понимаете, если это лекарственно устойчивая форма туберкулеза, она уходит в общество. То есть общество само не заинтересовано в этом, хотя бы по одной вот этой простой, очень рациональной причине. Второе, потому что я еще раз говорю, что категории преступлений разные, и люди, которые отбывают наказания разные, и даже с точки зрения общечеловеческой логики, не все из них заслуживают тех самых условий, о которых вы говорите, чтобы земля под ногами горела. То есть мы говорим об абсолютно разных людях. И в-третьих, потому что, в принципе, с точки зрения рационального расходования ресурсов, раз уж мы платим порядка 50 тысяч тенге в месяц за содержание одного осужденного, соответственно, мы и должны получать соответствующие услуги. Не должно быть так, что мы за услугу платим, а к этому заключенному никто не приходит, в результате он теряет все зубы, когда отбывает наказание, выходит, его никто не встречает, и ему ничего не остается делать, как совершить еще одно преступление. Мы как общество не заинтересованы в этом. Мы хотим временно изолировать этого человека, временно лишить его свободы, но с тем, чтобы когда он вышел, он не превратился в отчаянного рецидивиста. Потому что, если мы создаем отчаянных рецидивистов, то никакого КПД и никакой эффективности в такой тюремной системе нет. А что заботит заключенных в первую очередь? Их заботит состояние собственного здоровья. Опять-таки, вот по этому исследованию спросили женщин, что в первую очередь они сделают после освобождения. 40% женщин сказали, что они будут работать над своим здоровьем, то есть они пойдут в больницу, то есть у них есть определенные проблемы со здоровьем. 40% из них сказали, что первое, что они сделают после освобождения, это обратятся в больницу. То есть на самом деле заключенных очень серьезно заботит о здоровье. Поэтому этот вопрос актуальный, и я очень рада, что в Генеральной прокуратуре такое обсуждение произошло, потому что были поставлены очень серьезные вопросы, и были приведены факты, вы сами слышали, даже таких достаточно серьезных случаев, когда приводились факты, когда скончалось несколько человек, в результате каких-то проблем с оказанием медицинской помощи. То есть на самом деле и теория, и практика говорит о том, что человек ограничен, лишен, вернее, свободы, и никаких дополнительных ограничений мы ему ставить не должны. Международные стандарты говорят, люди должны иметь в заключении доступ к медицинским услугам ровно такой, какой имеют доступ люди на свободе. Не больше, ни в коем случае. Это было бы несправедливо. То есть речь идет о том, что не нужно, предположим, делать какие-то услуги и создавать супер уникальные условия, чтобы люди хотели попасть в тюрьму. Речь идет только о таких же условиях, как и на свободе. Вот в принципе в чем и состоит принцип справедливости. Дело в том, что на политическом уровне иногда это уходит немножко в другую плоскость. Считается, что хотелось бы видеть какие-то суперкомфортные условия. Речь не о суперкомфортных условиях. Вот сколько страна в пределах своего бюджета может гарантировать собственным гражданам на свободе, столько же должно быть гарантировано в пределах тюрьмы. Если где-нибудь в Нидерландах на свободе гарантируют больше, соответственно и в тюрьме люди ожидают больших условий. Если где-то в Таджикистане и на свободе условия не очень хорошие, то соответственно и в тюрьме не ожидается больше, чем эти условия. Понятно, Сауле. Теперь все-таки ты заговорила о том, что даже по принципу, что у нас тяжкими считаются, незначительные преступления являются тяжкими, вот с учетом, что уже принято новый уголовный кодекс, с учетом уже приняты и подписаны главы государства уголовный процессуальный кодекс, эти учтены ваши предложения или нет? Я хочу сказать, что большинство этих предложений, которые касались пересмотра системы повторной преступности, рецидивизма, многие эти предложения учтены. Я даже скажу, что, скорее всего, если в цифрах каких-то брать, то 90% предложений, которые давались касательно сокращения сроков наказания, более правильного сложения и так далее, все эти предложения на самом деле были учтены в новых уголовных кодексах, и мы высоко оцениваем качество уголовных кодексов, которые были приняты и вступят в действие с 2015 года. Очень много надежд на эти кодексы. Я уверена, что, кстати, с января несколько поменяется практика, благодаря этим новым кодексам, поменяется практика более широкого применения альтернативных мер наказания, не связанных с лишением свободы. По сути, основная миссия нашей организации это как раз таки продвигать такие виды наказаний, которые... Об этом мы поговорим, потому что у нас есть закон, но до сих пор многие институты не работают как раз. Да, к сожалению. Сейчас у нас телезритель заждался, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло. Да. Добрый день. День добрый или вечер уже? У меня вот к вашей гости такой вопрос. Дело в том, что вот сейчас вы обсуждаете вопрос по поводу заключенных, да? Насколько я знаю, я, как говорится, выросла и работала в советское время. У нас заключенные работали и 50% платили государству, 50% было им оставалось. Сейчас наши заключенные не работают. Да. Вы знаете, вот я была в женской тюрьме, ну не в самой тюрьме, а рядом. Там вот раньше они работали, ну как, не освобожденные, а как-то там у них. И они убирали, значит, там араки и так далее и тому подобное. Это шла как работа, техничками. Сейчас их не заставишь. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько обходится один заключенный, потому что их сейчас корня прекрасно, у них условия прекрасные, не знаю почему-то считается, что это наказание. Одному налогоплательщику один, ну хотя бы не одному, но вообще налогоплательщикам сколько обходится один осужденный? Все, спасибо большое. Спасибо. Очень хороший вопрос, на самом деле самый актуальный. Сегодня, как я уже говорила, один заключенный в месяц обходится государству в порядка 50 тысяч тенге, если в год 600 тысяч тенге. Вот сегодня говорили про престарелых, называлась цифра в новостном блоке 1 миллион с чем-то. Вот заключенный содержится, обходится государству в 600 тысяч тенге в год. При этом действительно очень серьезная проблема это трудоустройство этих людей. На самом деле все мы понимаем, что весь день чем-то за человеку заниматься нужно, и что трудотерапия, ее трудно даже в процентах выразить, ее роль в коррекции поведения. Поэтому мы, конечно же, настаиваем на том, чтобы было больше производств запущено. Согласно официальной статистике, которую предоставляет тюремная служба, количество трудоустроенных заключенных сегодня в Казахстане от 40% до 50%. Оно слегка все время меняется, но эта цифра сегодня считается от числа трудоспособных. А трудоспособных, к сожалению, берут меньше, чем общий 100% контингента. Поэтому если переводить в общий процент от всех, всего тюремного контингента, то это будет где-то 25-30%. То есть сегодня трудятся, предположительно, от двух до трех заключенных из десяти. Вот они заняты чем-то, либо выполнением работ внутри колонии, либо на каком-то производстве. И это достигается чаще всего через колонии-поселения. То есть у нас в колониях-поселениях народ очень усиленно работает, А в обычных колониях, где, собственно говоря, и нужна трудотерапия, к сожалению, не так это серьезно сильно развито, к сожалению, сегодня. Поэтому эта задача уже давно обсуждается, эта проблема давно обсуждается. И мы предложили в этом году Генеральной прокуратуре совместно с Министерством внутренних дел и Комитетом уголовной исполнительной системы провести второй тюремный форум именно на тему трудоустройства. Вот этот форум пройдет осенью. Мы ожидаем, что будут присутствовать и представители предпринимательской среды, и представители различных заинтересованных государственных органов. И мы должны вскрыть эту проблему, посмотреть на нее очень серьезно и понять, что необходимо сделать для того, чтобы больше задействовать заключенных именно в работе, чтобы больше было рабочих мест, может быть, какие-то нужны льготы бизнесу, который хочет работать. Потому что, в принципе, есть хорошие примеры, когда бизнес, то есть частные предприниматели, приходят в колонии и занимаются производством. Сегодня мы хотим, чтобы было больше идей в этой сфере, поэтому мы подготовили специальное издание, которое называется «100 дел для заключенных». Это специальное издание подготовлено, где очень простым языком написано, какой бизнес небольшой можно развить в рамках колонии, а потом, соответственно, после освобождения, как дальше продолжать этот бизнес. То есть это такой небольшой что-то типа учебника или пособия, который может использовать как сам заключенный, так и начальник учреждения для того, чтобы создавать условия для трудоустройства внутри колонии. Мы это пособие будем презентовать на вот этом втором тюремном форуме, и мы надеемся, что оно будет выпущено в большом формате, что попадет в колонии, и люди найдут, почерпнут для себя какие-то очень интересные, простые идеи от производства, я не знаю, переплета до складывания конвертов, еще чего-то. То есть простые какие-то теории, простые расчеты, которые можно имплементировать для того, чтобы занять большое количество заключенных. Еще телефон-звонок, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос конкретно касается по новому уголовному кодексу. Так. Вот ваша гостья говорит, что надо женщинам, про женщин там говорили у вас, надо им создавать условия, надо было там все поменять. Почему в новом кодексе не усматривается женщинам условно-досрочное освобождение, у кого есть большие риски, почему не отпускаете, почему их не трудоустраиваете, на воле, чтобы они были рядом с семьей. Это очень тяжело сейчас пройти. И новый кодекс еще хуже сделали. Смотрят на риски. Все, все, спасибо большое. Спасибо за вопрос. Что скажете, Савлен? Очень актуальный вопрос, очень важный вопрос. На самом деле тюремное заключение женщин, оно имеет эффект гораздо более серьезный, чем мужчин. Вот согласно этому исследованию... И психологически мне кажется, намного тяжелее, да? Согласно этому исследованию, 10% детей попадают в детские дома по причинам того, что мать попала в исправительное учреждение. 8% детей становятся беспризорниками. Большое количество уходит в какие-то семьи, к матерям, к родственникам, отца и так далее, где им не обеспечивается достаточный контроль и забота. Я вам скажу, что на собственном примере я часто бываю в детской колонии, в Алматы. И из этих 100 с лишним детей, большая часть из них, это дети тех родителей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Мы с вами думаем, что это сироты, которые без опеки родителей. На самом деле родители есть, но они находятся в тюремном заключении. Это очень сложный вопрос. И на самом деле тюремное лишение, лишение свободы матерей очень сильно сказывается на детях. И особенно печально, если нет денег. Как я уже сказала, нет работы и нет возможности компенсировать эти иски. Как надеяться на то, что эта женщина освободится? Очень актуальный вопрос. Поэтому в новом варианте Уголовного кодекса попытались немножко изменить условия по условно-досрочному освобождению. На самом деле эта проблема еще связана с возмещением исков, как уже в вопросе указывалось. Поэтому какие-то вещи удалось решить в новом варианте кодекса, какие-то все еще актуальны. Вы сами слышите из этого вопроса. Но очень важно здесь еще даже не говорить о условно-досрочном освобождении, а о том, что таким женщинам, если преступление не насильственного характера, а речь идет только о компенсации убытков, то очень важно к таким женщинам применять альтернативные меры наказания. Почему мы считаем, что кодексу лучше? Потому что в них больше прописан альтернатив. Пусть эта женщина использует какие-то другие методы, работает, компенсирует 20, 30, 50% от заработной платы, уходит в рамках компенсации, но не отбывает наказание. В результате чего дети беспризорники и какие-то другие последствия. Опять-таки сегодня в новостном блоке была новость о женщине, которая должна компенсировать 3 миллиона тенге. Как можно компенсировать 3 миллиона тенге, отбывая наказание в местах лишения свободы и не имея работы? Если мы говорим о том, что такой низкий процент трудоустройства, это сделать очень сложно. Это либо родственники должны это делать, сама женщина в местах лишения свободы 3 миллиона тенге не накопит. Это значит, что на самом деле ей очень сложно будет получить условно-досрочное освобождение, а если нет, то сроки, которые сегодня применяются, они достаточно длинные. То есть мы сами создаем такие условия, когда и жертва не получает компенсации, и в то же самое время много негативных последствий для окружающих, то есть для семьи. Вот мы надеемся, что больше все-таки будет альтернативных мер наказания, что общественные работы, исправительные работы получат развитие свое. Но по большому счету здесь даже решающее слово не за кодексом, а за службой пробации. Это вот то, в чем мы уверены. Потому что, как и в концепции правовой политики записано, должен быть орган, который контролирует исполнение альтернативных мер наказания. Вот таким органом должна быть служба пробации. Это должна быть настолько сильная служба, насколько сильным сейчас является сам комитет уголовно-исполнительной системы. То есть с собственным бюджетом, с хорошими специалистами, с большим количеством кадров. И мы очень рады тому, что в новом уголовно-исполнительном кодексе уже расширена работа службы пробации. Плюс большая категория тех осужденных, которые подпадают под пробационный контроль согласно новому варианту уголовного кодекса. Но опять-таки мы говорим, что дальше еще надо расширять службу пробации. Чтобы у офицеров пробации имелись механизмы, как они контролируют поведение осужденного. То есть то, о чем говорили в прошлом году на тюремном форуме, это электронные браслеты. То есть мы надеемся, что пробационные офицеры станут такой надежной службой, которая будет контролировать альтернативные меры наказания. Судьи будут уверены, что когда они дают такую меру, как альтернативные меры наказания, человек не уйдет от ответственности. Это не будет меры безнаказанности. Человек будет отбывать альтернативные меры наказания. Только тогда и общество поверит в такие меры наказания, и судьи, и у нас улучшится статистика по альтернативным мерам наказания. Еще телефон-звонок, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Добрый вечер. Вечер добрый. Я вот хотел бы задать вопрос, я сейчас смотрел вашу программу, прямой эфир, вот эту программу, и там насчет женщин идет разговор, чтобы не лишать их свободы, а просто проценты высчитывать с них большие, 30-40%. А если вот она вот этот период, который ей там, допустим, 2-3 года дали, и она выплачивает, и опять совершает такое же равнозначное преступление, тогда как быть с этим? Ну, вы в качестве примера скажите, а мы, я так и не понял, что вы сказали. Вы поняли? Да, я поняла вопрос. А все, мы тогда ответим. Мирак Касимович, я думаю, речь идет о том, что когда мы наказываем тенге или рублем, ну, в нашем случае в Казахстане тенге, то мы не гарантируем исправление. Вот есть такое сомнение в том, что денежные наказания не есть исправление. Именно поэтому мы говорим, что должны работать офицеры службы пробации, потому что это не только платить государству или платить жертве преступление, это еще и коррекция поведения. Нужны, наверное, какая-то работа с психологом, нужны, наверное, посещения каких-то курсов, ограничения в посещении каких-то учреждений, ограничения в профессиональной деятельности. Если это вот, я так понимаю, пример приводится с мошенничеством связанный, то есть это ограничения по профессиональной деятельности должны быть какие-то действовать. То есть на самом деле только комплексный подход, только работа службы пробации может нам гарантировать, что будет коррекция поведения. На самом деле просто наказать в денежном эквиваленте это не гарантирует превенцию от повторной преступности. Именно поэтому идея вокруг службы пробации настолько актуальна. Сейчас уже очень много делается в этом вопросе и в новых кодексах служба пробации более глубоко описана, с более широкими полномочиями. Есть такая инициатива для того, чтобы рассмотреть возможность самостоятельного закона службы пробации. Если будет самостоятельный закон, а это такая большая для нас цель, на которую мы работаем, это конечно очень сильно поможет становлению службы пробации в Казахстане. По сути мы станем первой страной в Центральной Азии, которая создаст уникальный пример того, как должны работать альтернативные меры наказания. Сауле, вот как раз вы поднимали вопрос. Знаете, я помню, Ерли Кененбаев, когда работал вице-министром МВД Республики, выступая в мажористе парламента, говорил, что если будет одобрен данный законопроект, имеется в виду уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, для его внедрения в системе только министерства МВД требуется какая-то там сумма огромная. Таких денег дадут государству или нет? Для того, чтобы этот кодекс работал, уголовно-процессуальный кодекс работал. Насколько я помню, тогда в рамках презентации кодексов речь шла о строительстве арестных домов. Арестные дома и сейчас есть в законе? Нет уже? В результате были разные решения, по мере рассмотрения кодексов принимались разные решения. Поэтапно, да? Да, был такой момент полностью отказаться от арестных домов. Принимались разные решения. Вот недавно в новостях снова вышла информация о том, что все-таки там какая-то сумма уже Республиканской бюджетной комиссии выделена. Мы, в принципе, всегда поддерживаем выделение ассигнований на тюремную систему. Это всегда хорошо. Другой вопрос, что, возможно, это не всегда эффективно. Потому что речь шла о чем? О том, чтобы использовать арест как меру наказания за проступки. То есть, все-таки мы считаем, что это сильно ударит по тюремной статистике в Казахстане. И, наверное, все-таки проступки, их смысл такой, чтобы больше использовать альтернативные меры наказания. Но здесь все зависит от практики. Возможно, практика судебная сложится таким образом, что гораздо больше будет альтернативных мер наказания, нежели арест как меры наказания за проступки будет гораздо реже использоваться. Хочется надеяться на это. Потому что, на самом деле, даже кратковременное лишение свободы, а арест это все-таки лишение свободы, просто достаточно кратковременное. Даже кратковременное лишение свободы имеет все те же последствия, что и лишение свободы. Люди теряют работу. Кто заботится о детях? Надо помещать детей под опеку. Если учеба, она прерывается. То есть, очень много моментов. Если это уголовный проступок, его всегда можно наказать альтернативной мерой наказания. Потому что, если мы говорим об уголовном проступке, значит, речь идет о таком противоправном деянии, которое не является особенно серьезным для того, чтобы ставить знак равенства с лишением свободы. Сеолия, вот очень важный вопрос. Я скажу, сейчас вот процесс, ну, в Шиаким, Павлодарской области, вот сегодня взят под стражу, скажем, буквально на днях, бывший в Шиаким Карагандинской области. Знаете, куда они попадут? В слизистный изолятор, да? Ну, конечно. В слизистный изолятор. А в слизистный изолятор даже нету элементарных условий нет. В туалет не могут они сходить. Канализации нет. Это удручающе на них будет влиять. Они готовы будет все рассказать, лишь бы выйти отсюда. Это, как вы думаете, наказание или это издевательство? Ира Косымович, я считаю, что вне зависимости от примеров, для любого человека, бывший это чиновник, настоящий чиновник или просто человек с улицы, лишение свободы или ограничение свободы – это очень серьезная мера. Особенно, если это используется, если мы говорим про меру пресечения, потому что мы сейчас про меру пресечения говорим. И арест, как мера пресечения, по нашему твердому убеждению, должен использоваться только, когда в этом есть крайняя необходимость. И это международные стандарты об этом говорят. К сожалению, пока не все, на самом деле, не все учреждения пенитенциарные имеют все условия, которые необходимо иметь. Большинство, конечно, сейчас уже переоборудовано, очень много средств выделялось на ремонт, на канализацию, но все равно все еще есть, я с вами согласна, в этом вопросе есть все еще учреждения, которые требуют ремонта. Именно поэтому все еще бюджетные заявки идут. Мы должны сейчас понять одну простую вещь, что большинство этих учреждений было построено, это не секрет, в 30-е, 40-е годы. Были построены они как временные помещения. То есть они даже тогда строились на короткий промежуток времени. И то, что они сейчас все еще живые, вот эти все учреждения, только благодаря тому, что активно используется труд заключенных, чтобы их подлатать. Поэтому нужно понимать, что вопрос модернизации тюремной системы, это не просто вопрос, это очень серьезная вещь. На этом просто времени не хватает. Спасибо. Время эфира подошло к концу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была региональная директора представительства Международной организации Международной тюремной реформы Центральной Азии Сауле Миккипаева. Всего доброго вам, дорогие телезрители. А вам и равно спасибо, что пошли. До свидания. До свидания. До свидания.